Вы знаете, коль мы заговорили о энергетическом кризисе, такое впечатление, мы же из Германии последние три недели все время слышим стинания, крики о том, что там закроется ряд компаний, если немедленно там не восполнится запаса газа, будет там чуть ли не лучи, но нужно будет всем сжечь и так далее. Естественно, есть проблема, потому что Германия, в отличие от других стран Западной Европы, больше всего сидит на этой газовой игле, и мне кажется, что следовало бы еще немцам разобраться, как они туда попали и почему атомные станции были остановлены фактически. Но они не закрыты, их можно возобновлять. А вопрос такой, Тихон, готова ли сегодня Европа поступиться, понимаете, потому что политика ценностей давно была закрыта, до того дверь даже закрылась, политика интересов проводилась во многих странах Европы и вообще в мире, не только в Европе. Готова ли сегодня Европа, для которой на кону стоит, ее демократия, ее права человека, ее будущее и многое-многое другое, готова ли Европа сегодня опять вернуться к политике ценностей и, скажем, померзнуть немного, или все-таки пожить с бензином, который дороже в полтора раза, или еще что-нибудь в этом роде? Как вы считаете? Я считаю, что Европа сейчас как раз ищет на это ответ. Для меня ответ очевиден. Мне кажется, что Европа должна это понять и это принять. Потому что как это работает? Это работает следующим образом. Где-то там далеко идет какая-то война. В какой-то Луганской области, в какой-то Донецкой области. В тот момент, когда в первые недели боевые действия шли по всей территории Украины и под Киевом, и под Черниговым, то у всех был шок. И все стали это воспринимать как войну в Европе. Потом, когда российские войска из центральной Украины выбили и все переместилось на восток, то, к сожалению, у меня такое есть ощущение, не знаю, согласитесь вы или нет, очень многие стали воспринимать это как какую-то далекую историю, которая тянется уже много лет. Таким образом, например, в Российской Федерации очень долго воспринимали события на Северном Кавказе. Когда происходили теракты в Москве, даже с небольшим количеством жертв, это всегда было новостью номер один во всех СМИ на протяжении большого количества дней. А когда аналогичные теракты с большим количеством жертв происходили в Сеченской Республике, в Ингушетии, в Дагестане, это где-то в сводке новостей было на 25-й позиции. Таким же образом, как мне кажется, многие в Европе воспринимают и нынешние бои на востоке Украины. Они же Киев не взяли, они же Чернигов не взяли. Ну вот у них есть это некая спорная их территория. Российская Федерация на нее заявляет свои права, украинцы, значит, с этим не согласны. Ну как-то они там между собой разберутся. И в этом есть огромная ошибка, потому что сперва, значит, где-то в далекой Грузии в 2008 году разбирались Россия и Грузия, и после этого, по сути, никаких заметных шагов в Европе принято не было. Потом какой-то далекий Крым, потом какой-то далекий Донецк с Луганском, теперь, значит, Донецк и Луганск области, Херсонск и Запорожье. И если так же на эту Европу будет закрывать глаза, то это будет приходить все ближе и ближе. Мне кажется, что в Европе, насколько я могу судить, ровно об этом сейчас и идет дискуссия. Западная Европа здесь не лучший голос, а Восточная Европа, поскольку она ближе, она намного четливее и резче, и более ясно представляет происходящее. И мне кажется, что задача европейских, ненавижу это слово, но тем не менее интеллектуалов, сейчас это заключается в том, чтобы как можно громче объяснять своим правительствам, что эта война не где-то далеко. Эта война, она тут, она вот здесь. Если нужно немножко на пару градусов снизить температуру в батареях, ну, можно снизить и купить одеяло в Икее.